В Москве в штаб-квартире Международного консультативного комитета в декабре 2012 года состоялся прием с участием представителей Московского военно-дипломатического корпуса, ветеранов, участников Второй мировой войны, членов Совета директоров Национальной ассоциации объединения офицеров запаса вооруженных сил Мегапир и Общественной палаты Российской Федерации. Состоялся заинтересованный разговор и обмен мнениями о развитии международных связей и роли офицеров запаса и резерва ветеранских организаций в укреплении военного сотрудничества. Участники встречи приветствовали ветеранов Второй мировой войны, маршала Советского Союза Дмитрия Язова, маршала артиллерии Владимира Михалкина, адмирала флота Алексея Сорокина. Я был в Америке, в воздушно-десантном корпусе. Бригада 82-й дивизии показывала учения в Северной Каролине. Присутствуют представители более чем 20 стран военно-натажа, причем для нас очень важно, что от страны блока НАТО и бывшего Варшавского договора. И задача нашего комитета как раз заключается в том, чтобы соединить ветеранские организации некогда двух вот таких блоков. У нас также существуют ветеранские организации. Они имеют очень большое значение для нас в плане сохранения памяти, и не только памяти, но и также в плане работы на будущее. Я считаю, что нам даже нужно еще больше работать, еще больше общаться между ветеранскими организациями. Дорогие друзья, мы рады встретить вас в нашей штаб-квартире. Мы планируем провести еще ряд других мероприятий, на которые мы тоже вас хотели бы пригласить. Президент Международного консультативного комитета Александр Каньшин проинформировал ветеранов и иностранных военных дипломатов о деятельности комитета и работе по подготовке проведения его третьего заседания в июле 2013 года в Казахстане. Мы все с вами едины в том, что главное не допустить развязывания крупных международных конфликтов военных и передать будущим поколениям, нашим детям, внукам, способность не воевать, а дружить и общаться. Нашей организации в марте будет два года. В ее состав входят 24 страны. Приблизительно половина это страны блока НАТО и половина страны бывшего Варшавского договора. Мы хотим вам показать небольшой документальный фильм «Гостям» был продемонстрирован документальный фильм о прошедшей в мае 2012 года в Австрии и Словакии международной гуманитарной акции «Миссия мира и дружбы», проведенной секретариатом Международного консультативного комитета совместно с Клубом генералов Словацкой Республики, в рамках которой состоялось также второе заседание Международного консультативного комитета. Был также представлен очередной номер журнала Международного консультативного комитета «Офицерское братство» номер 3. Предлагаем вашему вниманию вот только что выпущенный журнал нашего комитета. И вот этот фильм здесь есть в журнале на русском и на английском языке. Участники встречи высоко оценили работу комитета и отметили его важную роль в установлении и поддержке международных связей и контактов не на государственном уровне, а в форме народной дипломатии. Это имеет очень большое значение. Все, что мы, как ветераны, можем сделать для того, чтобы работать вместе, для того, чтобы общаться между собой, развивать дружбу, это очень важно. За большой вклад в укрепление международных связей между ветеранами, содействие в установлении и развитии контактов между организациями офицеров запаса, ряд участников встречи был удостоен медали Международного консультативного комитета «Офицерская солидарность». Медали вручены. Председателю Координационного совета Международного союза Содружества общественных организаций ветеранов независимых государств адмиралу флота Алексею Сорокину. Атташе по вопросам обороны Препосольства Финляндской Республики в России полковнику Пенти Форстрюм. Заместителю Атташе по вопросам обороны Препосольства Республики Польши в России подполковнику Яцеку Весоловским. В ходе дружеского неформального общения участники встречи рассказали о состоянии ветеранского движения в своих странах, в том числе в контексте международного сотрудничества. Все мы военные за наше сотрудничество, за наши народы, за наши семьи, Наша громкая, троекратная, три-четыре. Ура! 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 Ролл военного Атташе это как транслятор между двумя сторонами. И так нам повезло привести представителей обоих сторон за одним столом. Мы хотели бы установить связь между нашим ассоциацией ветеранов, офицеров и резервов с русским подобным организациям. И так мы сделали. Подводя итоги мероприятия, участники единодушно сошлись во мнении, что встречи такого уровня в рамках Международного консультативного комитета стали уже традиционными, что необходимо и впредь использовать эту площадку для осуществления взаимной поддержки контактов, консультации и взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Два года назад был создан кабинет. Кстати, в этой штаб-квартире уже есть у нас небольшая история. Я думаю, что нам есть чем уже и гордиться с одной стороны, и есть и основания думать вперед. Следующее заседание будет в Алма-Ате летом 2013 года. Я думаю, что там представители уже более чем 30 стран будут участвовать.